День с толком Сотня фермеров на онлайн-рынке. Барнаульская студентка презентовала стартап нового формата. 1300 особей на регион. В День медведя о том, хорошо ли косолапому на Алтае. QR-коды в российских самолетах и поездах вводить не будут. Госдума отложила рассмотрение данного законопроекта. Об этом сегодня сообщил ее председатель. Хотя ранее документы о введении цифровых пропусков хотели рассмотреть в первом чтении 16 декабря. Минтранс страны этот вопрос до последнего обсуждал с депутатами и транслировал претензии перевозчиков. К примеру, авиакомпании не понимали, как продавать билеты, если срок действия QR-кода может истечь до начала полета. Плюс воздушная отрасль подсчитала. Ограничение сократит пассажиропоток в половину. И только за декабрь властям пришлось бы компенсировать им около 8 миллиардов рублей. Еще одно замечание, как быть с транзитными пассажирами, которые летят через Россию и не имеют QR-кодов. Удалось ли донести свою позицию перевозчикам или на перенесение этого законопроекта настоял Владимир Путин, о чем упоминает Вячеслав Володин, а может были учтены мнения многочисленных возмущающихся в соцсетях, неизвестно. Но не стоит забывать, что другой законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест с рассмотрения пока не снят. Дата первого чтения еще не назначена. Слияние двух барнаульских больниц 11 и 12 закончат до конца нового года. Об этом порталу Толк заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. В будущем новая структура превратится во вторую больницу скорой медицинской помощи. Но пока в ведомстве объективно понимают, что на переформатирование с плановой помощи на экстренную уйдет несколько лет. Напомним, объединение медучреждений началось еще в 2019-м. Как поясняют в Минздраве региона, две больницы скорой медпомощи должны полностью закрыть потребность в оказании экстренной помощи жителям краевой столицы и проживающим на территории барнаульской агломерации. К примеру, на Волтайск прикрепят к краевой больнице скорой помощи. Павловский район к новому второму отделению. Сокращение врачей в связи с объединением не случится, заверяют в ведомстве. Но управленцев станет на треть меньше. Так, главным врачом новой структуры назначит Александр Берестенникова, который недавно возглавил 12-ю больницу. А руководитель 11-й больницы Андрей Коломеец перейдет работать в Медвуз на должность проректора. К другим темам. Онлайн-магазин, объединяющий сотню алтайских фермеров, может заработать уже в будущем году. Его проект представили в ходе студенческой бизнес-конференции. Автор стартапа, студентка аграрного университета, разработала сайт и чат-бот, которые позволят аграриям расширить аудиторию сбыта, а покупателям приобрести крестьянскую продукцию с доставкой на дом. Подробнее в нашем сюжете. Как это работает? Как будет вообще работать наш сайт? Выбираем фермера, то есть именно того, кто понравился. Оплачиваем и получаем, соответственно, хорошую, свежую, качественную продукцию. Студенты-стартаперы представили свои проекты на конференции по развитию технологического предпринимательства. Всего участия в ней приняли пять юных бизнесменов. Каждый из них готовился к событию несколько месяцев. Так Марина Вастьянова вместе с командой разработала онлайн-магазин для локальных фермеров. Суть в том, что мы создаем два чат-бота и сайт. То есть через чат-бот будет проходить сегментация на фермера и на клиента, а, соответственно, через сайт уже будет происходить взаимодействие, но фактически напрямую. То есть если не считать нас посредником, то фермер выходит на базу клиентскую в нескольких районах, в нескольких регионах. Клиент, говорит Марина, в свою очередь получает возможность приобрести продукты частных подворий, которые прошли контроль качества. В ближайшее время стартаперы надеются привлечь к работе 100 фермеров. Другие студенческие идеи не менее перспективны, но, признаются эксперты, на начальных этапах важна не столько креативность, сколько финансовая поддержка. Сейчас очень много проектов есть в банках, то есть кредитование. Плюс есть люди, которые достигли достаточно высоких вершин, готовы вкладывать во что-то новое. То есть, ну, насколько я знаю, инвесторы есть. И если проект действительно интересный, то он найдет своего инвестора. Однако сделать это удается не всегда. Сейчас большинству молодых предпринимателей приходится вкладывать в проекты собственные средства. Например, оплачивать конструкторы хостинг сайта, а также тратить деньги на рекламу и продвижение. Инвесторами пока, так же, как и работниками сайта выступаем мы, то есть наша команда, своими силами пока. Но мы смотрим же не только со стороны расходов, мы ждем какую-то и доходную часть, соответственно, с рекламы фермеров, с рассылки чат-бота и так далее, к нам будут уже приходить доходы. Эксперты оценили проекты студентов сразу по нескольким критериям. Среди них новизна, современность и обширность. И такие бизнес-слеты, говорят, в жюри направлены на то, чтобы помочь молодым предпринимателям улучшить свои стартапы и, наконец, найти спонсоров и финансирование для их дальнейшего развития. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Сегодня специальное совещание в правительстве региона посвятили уборке снега. На нем глава Барнаула сообщил о том, что дорожникам с ноября подняли зарплату на 22%, что позволило привлечь в штат водителей и машинистов. Кроме того, мэрия города намерена публиковать еженедельный график по очистке барнаульских дорог от снега и наледи. Обнародование плана работ уверены в администрации. С одной стороны, позволит своевременно отчитываться перед жителями, с другой – учитывать места для парковок. Так, в плане дорожников на сегодня – 8 участков улиц. В индустриальном районе – это Попово, в железнодорожном – Матросово. В основном рабочие занимаются вывозом снега, в том числе с обочин и расчисткой пешеходных переходов. На завтра запланированы уже другие адреса. Посмотреть их вы можете на сайте администрации Барнаула. Добавим, за пока еще непродолжительный зимний сезон дорожные службы города подверглись мощной критике. На что в мэрии парировали. Ситуация сложная, поскольку остро не хватает рабочих рук и техники. И вот кадровый вопрос частично решен. После повышения зарплаты дорожникам на 22%, штат пополнили 17 водителей и машинистов. Кроме того, администрация Барнаула дополнительно выделила 5 миллионов рублей на содержание внутриквартальных проездов. Добавим, за сегодняшний день с улиц Барнаула вывезли 107 тысяч тонн снега, на скользкие участки высыпали 302 тонны песка. Загрязнения планеты и последствия глобального потепления. В Гмилико прошли кинопоказы «Эко-чашки». Так называется фестиваль зеленого документального кино, в ходе которого также ведутся дискуссии специалистов в области экологии. На этот раз они вместе с волонтерами организации «Мусора больше нет» Барнаул обсудили важные экопроблемы. Подробнее в нашем сюжете. Когда положишь на весы вот так, с одной стороны несколько килограмм этого презрентного металла, а с другой стороны живая экосистема, которую мы никогда не сможем восстановить, то вот каждый делает этот выбор для себя. Ковид и природа, добыча золота, переселение медведей – все темы документальных экофильмов на злобу дня. Это в первую очередь просветительский проект, да, как вот интегрировать людей в просветительскую сферу экологии, да, это является очень важной частью, да, проводить просвещение. Потому что если у людей не будет знаний на тему экологии, экологичного образа жизни, осознанного, тогда мы дальше не сможем двигаться. Я наблюдаю за командой «Мусора больше нет» уже на протяжении нескольких лет. Мы общаемся, приглашаем друг друга на мероприятия, вот уже и проводим совместно какие-то мероприятия. И я вижу, как количество людей, которые задумываются об этих вопросах, в Барнауле растет с каждым годом. Одна из самых острых глобальных проблем – интенсивное изменение климата. Последствия этого процесса можно наблюдать уже и в Алтайском крае. Лес в связи с потеплением в горах, в том числе в алтайских наших горах, поднимается вверх. Это мы можем фиксировать, хотя еще 150-200 лет назад путешественники первые, которые на Алтае были, они фиксировали опускание границы леса. Связано это было с тем, что в то время происходило похолодание, известное как малый ледниковый период. Проблема, о которой говорят очень и очень много в последнее время – это высвобождение углерода. После кинопоказа состоялась дискуссия и по другим важным проблемам экологии. К слову, желающих высказать свое мнение пришло немного. Перед этим у нас проходила эко-чашка именно в онлайн формате. Там было около недели шли фильмы. Все было онлайн. Можно было посмотреть порядка 12 фильмов экологической тематики, самых новых, самых свежих, только отснятых. И там гораздо больше было людей пришедших, конечно же, потому что в онлайне зайти проще из дома все это посмотреть. На такой показ организаторов вдохновил фотопроект «Живая природа Алтая». Вместе с волонтерами они планируют проводить подобные встречи как можно чаще, а также привлекать барнаульцев и к другим экологическим акциям. Анастасия Драган, София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком. Сегодня День медведя. И к нашему региону это событие имеет непосредственное отношение. В Алтайском крае проживает более тысячи косолапых. Но вот свой праздник хищник, который считается символом России, проводит в спячке. К слову, процесс этот очень необычный. Чтобы лучше понять нашего бурого медведя, расскажем о его особенностях в следующем материале. Без еды и телодвижений. Так Мишка проведет зиму в своей берлоге. Жировой паек он набирал летом. Тогда его завтрак, обед и ужин составлял около 20 тысяч килокалорий в день. Жировой паек 15 сантиметров жира. И его хватает. Зимой организм косолапого работает иначе. Обмен веществ затормаживается, сужаются сосуды, а еще падает ритм дыхания и сердцебиения. Метаболизм снижается на 70%, а температура тела почти на 2 градуса. К слову, жировой паек наш Мишка набирает иначе, чем гризли или белый медведь. Одно из любимых лакомств – кедровые шишки. Может быть, оттого алтайский бурый и считается добрее. Он очень умный и осторожный. Это один из интеллектуальнейших хищников, который у нас обитает в Алтайском крае. Вы можете встретить только молодые особи до года, которым все интересно, они очень любопытные, у них развит интеллект. А опасна эта встреча только их мамой, которая, естественно, будет их защищать. И поэтому играться с ними не рекомендуется. Сейчас вы его, конечно, не увидите, но лесники и охотоведы говорят, что следующим летом встречи могут случаться чаще. Популяция медведей растет ежегодно, а большой урожай кедрового ореха бывает лишь раз в 4 года. Поэтому глупить не стоит. Как говорил Винни-Пух, это жжж неспроста. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. В Барнаульском дворце культуры разыграли путевку в Сочи. За счастливый билет в юмористическом поединке боролись 19 команд со всего региона. Подробнее о ходе и итогах финальной игры КВН сезона 2021 на Кубок губернатора края в сюжете Софии Яценко. Смешные шутки и веселые миниатюры. Каждая из команд старается не просто рассмешить зрителей, а быть интереснее и креативнее других. Специально для финала свои лучшие шутки подготовили еще две дополнительные команды. Настоящим подарком для зрителей стало и выступление ветеранов, которые начинали играть еще в нулевых. Кто-то из них закончил играть в КВН. Ну как бы, как сказать, закончил КВН всегда в наших сердцах. Последний раз выходил на сцену 12 лет, а кто-то даже 18 лет назад. То есть они собрались и прописались, и очень достойные шутки. Главный приз обладателей Кубка губернатора – поездка в Сочи на ежегодный международный фестиваль команд КВН «Кивин». Главное не победа, главное участие. Мы просто пришли насладиться игрой, насладиться процессом. Нам это нравится, нам это доставляет удовольствие. На эту игру мы подготовились лучше и сильнее, чем прежде. В основном все наши шутки по профилю работы вытекают из нее, но стараемся разбавлять как бы гражданскими ситуациями, какими-то семейными ситуациями, нестандартными ситуациями. Сплоченный коллектив у нас очень дружный. Самый молодой коллектив на стиле – школьники. Кстати, именно эти ребята выиграли приз на развитие своей команды. Бородила психологический тренер. Старый бородатый мужчина до сих пор играет в куку. По итогам игры обладателем кубка стала сборная Барнаула «Кто подставил кролика Роджера». Вместе с командой «Счастливо» из классического университета и коллективом команды КВН из села Сычевка Смоленского района они представят наш регион в Сочи уже в январе следующего года. Кроме того, есть шанс, что в 33-й международном фестивале команд КВН «Кивин» примут участие и сотрудники УФСИН региона. Их команда «Не зарекайся» стала лучше в своем блоке, и решение по ней будет принято до конца этой недели. Всего в состав делегации из Алтайского края войдут порядка 30 человек. Анастасия Дороган, София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Этой ночью жители Алтайского края могут загадывать желания. В нашем регионе, впрочем, как и во всей восточной части России, можно будет наблюдать один из самых мощных звездопадов этого года. Над планетой пронесется метеорный поток Геминиды. Геминиды, как и остальные метеорные потоки, можно наблюдать при условии хорошей погоды. Телескоп не нужен. Это невооруженным глазом смотрите долго-долго на небо. И в течение определенного времени, например, часа, может пролететь розчерк по небосводу. Вот это как раз и будет считаться падающей звездой. Каждый час будет пролетать от 90 до 120 метеоров. И потому хотя бы пару розчерков на небе вы точно увидите. Лучше всего за звездопадом наблюдать ближе к 2 часам ночи, советует лектор планетария Елена Ишоева. К слову, самые яркие метеоры по наблюдению специалистов способны затмить Луну. Поток Геминиды явление ежегодное и всегда зрелищное. Длится оно около двух недель. Но одна ночь всегда самая звездная. В этом году она как раз выпадает с 13 на 14 декабря. И это не последнее небесное представление. Ближе к концу декабря пройдет еще один достаточно мощный метеорный поток. Но насладиться им, скорее всего, помешает полнолуние. Так что успевайте загадывать желания сейчас. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи! Продолжение следует...